Чтобы было по-настоящему красиво, нужно работать сообща. Одна из компаний по озеленению города и специалисты ботанического сада объединились. Они дают товариществу рекомендации, чтобы через несколько месяцев петропавловцы смогли увидеть результаты их совместного труда. Речь идет о полусотне молодых деревьев, которые недавно посадили в новом сквере в микрорайоне Береке. Подробности у Дарьи Пышмынцевой. В стиль бионики, где природа становится единым целым с новыми технологиями. Необычная беседка с еще более необычным названием «Ратон». Беговые дорожки, детская площадка, амфитеатр. Все это о новом сквере, который будет радовать жителей Береке, начиная с октября. То, что перед нами сейчас, смело можно назвать его черновиком. Причем 16 июля. Именно тогда наша съемочная группа была в будущем городском оазисе. В нем мало что поменялось. Появились деревья. Правда, пока, если смотреть издалека, они больше похожи на сильно постройневших после зимы снеговиков. А ведь на улице не первый день больше плюс 30. Как саженцы чувствуют себя в такой одежке? Пожелтеют, засохнут, а значит, потраченные деньги уйдут в никуда. В городском отделе ЖКХ рассказали, что с подобными теориями, связанными с молодыми деревьями, в новом сквере в Береке, петропавловцы обращаются часто. Эксперт ботанического сада объяснил, агроволокна бояться не нужно. Оно для здешних саженцев настоящий помощник. Защищает деревья от посери, влаги, а еще от ветра. Мы смотрим, в каком состоянии растение. Если растение в хорошем состоянии, именно есть прирост, мы постепенно его открываем. Еще ранней весной к нам обратилась организация «Шаттергрупп» за тем, что мы давали консультации по озеленению города, именно в части соблюдения технологии посадки, соблюдения агротехнических мероприятий. В них входит и правильный полив. Он очень важен как для молодых, в данном случае речь идет о деревьях в возрасте от 7 до 10 лет, так и для более взрослых насаждений. Коммунхоз проводит поливку всех зеленых насаждений. В этом году у нас было высажено более 2,5 тысяч деревьев, саженцев, также более 11 тысяч квадратных метров живой изгороди. Ежедневно также здесь проводят поливку в 8 утра и в 11 вечера. И несмотря на это, на некоторых можно встретить вот такую, на первый взгляд, печальную картину. Руководитель ботанического сада рассказал, что появление сухих веток и листьев – это нормальный этап формирования любого молодого дерева. На его безжизненных местах позже появятся новые почки. Но, пожалуй, самая главная интрига – сквера, виды деревьев, которые его украсят. Под защитным материалом их с трудом можно разобрать. Для сквера это будут наиболее подходящие деревья. Ель европейская, она круглый год зеленая, при правильном поливе, при правильном уходе, она же утеть не будет. Клен генал очень декоративный, то есть листья и крылатки сами окрашиваются в красные цвета, очень интересные, особенно осенью. Вот. Липа, она сама по себе очень интересная, декоративно-лиственное растение. И, соответственно, крона красивая и зимой даже, она красивая и в летнее время, особенно при цветении. Вот не зря говорят – липовый цвет. А бородавчатая береза создаст комфорт и уют, которого порой так не хватает в ежедневной городской суете. Необычную, а главное – приятную атмосферу здесь будут создавать более полусотни деревьев. А живая изгородь станет своеобразное правое место, в которое петропавловцы точно захотят вернуться. Дарья Пушмынцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.